Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили эту сколу поезды. Изопринято, уезжаем. На территории шоколадной фабрики Рахат прошли комплексные учения по отработке действий в случае разрушительного землетрясения. Согласно легенде, в результате подземных толчков силой 7 баллов произошло частичное обрушение зданий предприятия. Сразу после объявления тревоги к работе приступили подразделения гражданской обороны фабрики, действовавшие согласно штатного расписания. На фабрике у нас ежемесячно проводятся сейсмены тренировки, где обучают рабочих, чтобы они знали, при чрезвычайных ситуациях, какие принимать меры безопасности и какие действия должны приняться с их стороны. И для этого у нас есть разработанные планы мероприятий для обучения командиров формирования. И с этим мы постоянно работаем, проверяем их знания. И если идут какие-то изменения в формированиях, мы, естественно, добавляем новых людей и также обучаем их. В ходе учений наблюдатели специалисты департамента ПЧС проверили степень готовности сотрудников фабрики к стихийным бедствиям, а также наличие индивидуальных средств защиты. На сегодня противогазами и другими защитными средствами товарищейство обеспечено наполовину. Но, как обещает руководство предприятия, в ближайшее время они будут полностью доукомплектованы. Как говорят специалисты ПЧС, такие учения охватят все городские предприятия. Такие учения проводятся в связи с тем, что наш регион расположен в сейсмоопасной зоне угрозой 7-8 баллов. В связи с этим все организации на территории города Шимкент должны проводить ежеквартально учения, сейсмо-тренировки, дабы отработать все мероприятия по спасению людей на объекте. На территории ТОО Рахат Шимкент работают 620 сотрудников, три смены. С учетом режима работы каждые три месяца здесь проводятся такие учения. И, как заверяет руководство фабрики, чрезвычайные ситуации неожиданностью для персонала не станут. Днем примерно в два часа авария произошла на пересечении проспектов Токехана и Баурджана-Мамашулы. Здесь столкнулись три автомашины – Audi, Bentley и Mercedes-Benz. Как рассказал водитель Mercedes, автомобили двигались в одном направлении – по Токехана в сторону проспекта Республики. И столкновение произошло, когда впереди идущий Audi внезапно остановился возле сметофора. Мы ехали по проспекту Токехана к Республике на зеленый свет, но впереди Audi вдруг резко остановился. В него врезался Bentley, который двигался впереди меня. И я, не успев остановиться, врезался в эту машину. Все произошло очень быстро. В результате ДТП все машины получили материальный ущерб, но из людей никто не пострадал. Сейчас причина аварии и степень вины водителей выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. Днем в час 07 на пульт 101 Шимкента поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Пахтакор-1. Там, по словам горожан, огонь разгорелся на территории одного из частных дворов по улице Жан-Ажол. На тушение пожара выехали 4 спецавтомашины и 20 человек личного состава. Первые подразделения прибыли уже через 14 минут после поступления сигнала. Через 8 минут после прибытия спасатели огонь локализовали. А еще через 20 минут пожар был полностью потушен. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К счастью, в огне никто не пострадал. Сумму ущерба и причину возгорания сейчас выясняют дознаватели городского управления по чрезвычайным ситуациям. Субтитры создавал DimaTorzok